Сколько комментариев по поводу машины, я уже сбилась со счёта. Да нет у него машины, он сто раз об этом говорил. Машина есть у его отца. И, как мне кажется, что здесь такого? Что, у отца не может быть машины? Почему? Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Делающий Добро и обсудим с вами стрим. На самом деле, я старалась весь стрим посмотреть, могла что-то прослушать, могла что-то пропустить. Был плохой интернет, и видео со стримом постоянно зависало. И потом там Мансур перезагрузил, но сказал, что если не получится после перезагрузки и будет опять виснуть, значит, он остановит стрим. Сразу скажу относительно донатов. Ой, много, очень много писали, что на что собираем, на что собираем. Знаете, вот как для меня стрим, так это не обязательно на что-то собираем. Если, конечно, есть цель, и человек говорит, давайте соберём на это это, да. Но если просто стрим общения с людьми, и люди переводят деньги, я не считаю это определённым каким-то сбором средств. Люди, которые даже не ведут благотворительные каналы, то тоже поступают средства. И у него не было такого написано, и призыва я не услышала, что вот, давайте там, считай, я выставил там на добрые дела там, или на помощь на то-то и на то-то и на то-то. Это я говорю именно по этому стриму. Могла и упустить. Я уже говорила в самом начале, что могла что-то где-то упустить. По поводу машины был вопрос, что, Мансур, у тебя есть машина, но там же получилось, что в Кювет где-то съехал он, дорога была скользкая. И, насколько я знаю, у Мансура нет машины. И он это подтверждает, что машины у него нет. Ну, я знаю, что отец много раз подвозил, приезжал. Машина есть у отца. Ну, как по мне, что здесь такого? Что, если есть машина у отца, это значит, что или Мансур купил отцу машину, или как, отец что, не вправе иметь машину, не вправе сам купить и сам заработать на машину? Ну, ребят, это уже просто на самом деле глупость, когда цепляются именно к машине. Дальше много задавали вопросов про Людмилу и относительно того, что нужно лечить зубы, потому что они сделают операцию. Ну, знаете, я не знаю, как там в Казахстане, но у нас, если операция планируется, то зубы, естественно, лечить нужно. Если какая-то внеплановая, срочная, никто не обращает внимания уже на эти зубы. Также я знаю, что в России, даже если какая-то операция несложная, то все равно нужно справку от стоматолога, что полость рта санирована. Если там есть зубы раненые и больные, то их нужно пролечить. В общем, как-то так. Поэтому я не могу говорить здесь относительно Казахстана, потому что везде все по-разному. Далее задавали много вопросов там, как Баба Аня, что да как Мансур говорит, что собирается летом сделать все-таки какой-то ей ремонт. Хотя я уже говорила, что уже много сделали ей и избушку очищали, и порядок наводили, и все равно там бедлам. И даже если кто-то снова там сделает уборку, это совсем на чуть-чуть, потому что она снова разведет там бардак. Это для нее привычное дело, и для нее именно, наверное, этот бардак, барахло, все это и есть уют. Такой уж она человек. Дальше он говорил и спрашивали относительно телевизора, что Баба Аня хочет телевизор. Также Мансур сказал, что в конце месяца он ей купит телевизор, и придется там ставить какую-то тарелку, по той причине, что тянуть там телевизор не будет. И просто так поставить телевизор, это будет полная ерунда, потому что показывать он толком ничего не будет. И разговор шел за пенсию. Очень много было вопросов, и Мансур сказал, что социальные органы, то есть соцзащита и там соцработник или кто говорит, что пенсию получает Алинка. Ну, опять же, из почты почтальон, которая носила или носит, носила, скорее всего, пенсию как-то частями, что ли, Бабе Ане, говорит, что вся пенсия, которую она не получала, вся лежит на почте, и Баба Аня должна сама прийти и ее получить. Получается, Баба Аня убегала к себе в избушку, не именно из-за пенсии, она и фантазирует, и забывает, в общем, ей наперло убегать оттуда, в свой бардак, вот она и прицепилась к какой-то пенсии. И на самом деле, да, Мансур говорит, не знаешь, где правда, где ложь, просто нужно завести Бабу Аню, чтобы она действительно сама получила пенсию. Но он говорит, вообще не хочет ввязываться в эти дела с пенсией, ну, потому что, ну, какое он имеет отношение к этой пенсии, вообще к деньгам Бабы Ани, и это верно. Ну, я считаю, что если он ее завезет за пенсии, то что здесь плохого? Ну, тем более, вот сейчас, да, как Мансур говорит, погода идеальная, все растаяло, и на улице тепло. Ну, и опять же, бабушка еще, оказывается, и проказница, и тоже спросили, что Мансур сказал, что не будет проказничать, то поставлю ей телевизор, там, тарелку, ну, и задали вопрос, в чем она проказница. Оказывается, Баба Аня любитель погулять, и не с утра погулять, а оказывается, она любит, видимо, под вечер погулять. И так получается, что приходится ее потом неизвестно откуда забирать. То есть, помните, было уже приключение, как Мансуру позвонили там где-то из магазина, и он ее забирал. Там были проблемы, где-то она там в туалет бежала, что-то там вот, какой-то ЧП случилось, но такой момент был. Значит, она и продолжает такие прогулки, что потом ее невозможно на самом деле найти. Также были вопросы относительно Сергея, которому он снимал хостел, который жил в доме Людмилы, и на что Мансур сказал, что, в общем, он там то ли снял себе в Ридеры полуторку, что ли, и по деньгам более-менее цена, и там все удобно, все рядом, и также проверка к нему имеет доступ. То есть, милиции, и ему по деньгам хватает. Много вопросов тоже задавали относительно Олеси и Павлика, именно Мансуру. Сначала он вроде как не реагировал на эти вопросы, потом ответил, что он не имеет никакого отношения к Олесе и Павлику. Это другой проект, это другой канал, и блогеров он уважает, поэтому он не будет затрагивать эту тему. Ну, я считаю, что это правильно, потому что при чем здесь Мансур и при чем здесь Олеся? Что здесь такого обсуждать именно Мансуру, если он не имел никаких дел с Олесей и не оказывал ей помощь, и что он, какой он имеет право что-то говорить правильно, они сделали неправильно. В общем, как-то так. Ну, потому что блогеры с одного города, ну и они дружат. Почему там лезть, вмешиваться? В общем, как-то так. Хотя, ну, почему он мог бы высказать как бы свое мнение? Да, много, конечно же, в чате писали гадостей, но не без этого, это как обычно. И это одни и те же люди. И я как понимаю, что Мансур не очень-то и блокирует. Если кого-то одного заблокируют, то остальное он просто не читает, не обращает внимания. И правильно, зачем обращать внимание на глупости, которые пишут, и причем пишут эти глупости между собой как бы в переписке. Ну и дальше еще тоже вот он пытался объяснить относительно Сергея, что, ну, вот всяко бывает, да, что, ну, праздники были, и это все понятно. И Сергей мог бы, ну, конкретно, прямо Мансуру сказать, что, ну, да, Мансур, ну, было дело, было дело, праздники, ну, выпил, ну, как тут не без этого, ну, рюмку там-то выпил. Ну, вот так вот получилось, ну, прости, ну, я извинюсь и над женщиной с вахты, там, или консьежка, кто она. И больше не повторится и всякое такое. Да, вот тут, да, я полностью согласна, и можно извиниться и принять то, что вот как бы натворил там, может быть, там где-то нахамил, там где-то выступал, ну, было дело. Но здесь, когда человек просто нагло врет, говорит на других, все кругом плохие, а он хороший, а оказывается все наоборот, ну, это уже никакие рамки не лезет. И, на самом деле, Мансур сказал, что якобы Сергей никакой обиды на него не держит. Ну, не знаю, это может быть, говорит Сергей, а в душе совсем по-другому. Потому что вот я лично Сергею не верю, для меня он странный и скользкий тип. Ну, и в конце уже стрима, где терялась все время связь, да, люди очень много писали про щенков. Писали, Мансур, где щенки, где щенки, но там и связь зависала, и, видимо, его достали эти вопросы, хотя у меня на самом деле тоже, как любителя животных, ну, вопрос этот тоже интересует, как ни крути. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы где-то какие-то фотографии, ну, показали щенков. Я не вижу в этом ничего абсолютно плохого. Ну, по той причине, что мне присылают такие фотографии, и я иногда даже делюсь с вами. Я очень много пристроила, ну, конечно, не щенков, а котят, кошек, взрослых. И я получаю такие приветики, видео-приветики, фото-приветики, даже благодарность за спасение. И мне очень приятно видеть, как растут эти кошки и котята. И, ну, мне кажется, здесь нет ничего такого, если Мансур просто покажет фотографии. Не обязательно показывать обстановку, в которой живет этот щенок, собака. Да, не обязательно показывать хозяев, не обязательно снимать огромный видеоролик. Но можно просто сделать какую-то нарезочку из фотографий, что со щенками все в порядке. Ну, я считаю, как-то так. Ну, и по большему счету, особо там ничего такого нового не было. По поводу донатов я не увидела, что там приходили сумасшедшие суммы. И, кстати, Мансур всегда зачитывает, когда приходят на карту, либо на Каспий. И он говорит, какая сумма пришла, сколько пришло денег. И в этом он не скрывает. Если где-то что-то он не говорит, могут написать в чате, и он может это пропустить. Но тут он не скрывает. Я не увидела огромных сумасшедших сумм. И, кстати, я повторю, что я не услышала цель. Ну, раз цели нет, донаты могут отправлять любые люди и на любые дела. Мансура личные, неличные или добрые. Ну, если стоит цель именно на добрые дела, то да, конечно. Но можно подумать, он мало денег тратит на добрые дела. Ну, согласитесь, он немало денег тратит. Только покататься туда-сюда, к Бабе Ане, к Людмиле тоже, к Светлане, где тоже расстояние. И тоже это трата денег и на топливо, и на продукты, ребят, и на медикаменты, которые он даёт Светлане для Олега. Согласитесь, это тоже трата денег. Просто вот если мы так смотрим и думаем, что он прям получает сумасшедшие донаты и прям чуть ли не озолотился весь, то, ребят, нет. Тут, если посмотреть, какую помощь он оказывает, и причём каждый раз, он не приезжает, а бы поснимать просто так. Вот я не видела ни одного видеоролика, где бы он приехал и просто поснимал. Кстати, он говорил, что съездит, посмотрит, где Сергей с больными ногами, его просили. Ну, и покажет зрителям, что там, к чему. И он же хотел ему помочь, но потом отказался. Как я поняла, Сергей не собирался просто-напросто меняться. В общем-то, как-то так, ребят. У меня всё. Я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. Я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok